Третий год. В республике продолжаются работы по замене кровель. Но заявлений от граждан становится всё больше. Специальная комиссия, созданная при партии «Единная сеть», выезжает по каждому заявлению и уже на месте проверяет состояние крыши дома. После чего семья становится в очередь. В своей очереди дождалась и семья Габараевых. Они с нетерпением ждут окончания работ. Теперь они будут спокойны. Во время дождливой погоды, наконец, дом перестанет заливать. «С восьмого года мы обращаемся во все инстанции. Дом был разрушен прямым попаданием снаряда. Мы взяли кредит, сами своими силами отремонтировали стену, одну комнату. Но чтобы поменять кровлю, у нас нет столько денег. Спасибо им огромное». Большие трудности испытывала и семья Габараевых, проживающая в селении Верехнику-Джабаурск-Инварского района. Глава семьи Виталий Габараев – инвалид второй группы. По его словам, у них не было денежных средств, чтобы своими силами отремонтировать кровлю. Дом постепенно приходил в упадок. «Я оставил заявление в партии «Единая сетия» и написал заявление на имя президента. И вот теперь рабочие приступили к замене кровли. Спасибо всем причастным к этому делу. Для нас это большая помощь». «Мы думали, что заявление, как всегда, затеряется, и очередь до нас не дойдёт», – рассказывает Светлана Губозова. Но спустя некоторое время к нам всё же пришли рабочие. Нашим удивлению не было конца. «Два раза я написала заявление на имя президента. Если честно, я ни на что не надеялась. Ведь мы ждали столько лет. Но вы теперь и сами видите, рабочие трудятся, не покладая рук. Моей благодарности нет конца. Спасибо всем огромное». Работы будут продолжены. Без внимания не останется ни одно заявление. Регина Чешткоева, Аида Кочиева. Информационный выпуск. Сегодня.